«Случилась со мной такая история весной этого года. Тогда мне было ещё сорок лет. Зовут меня Дмитрием Николаевичем. А для друзей и близких я Митёк. Вот кто бы мне сказал раньше, что со мной такое произойти может, не поверил бы. Живу я в райцентре, работаю на заводе. Женатый уже лет двадцать как, дети взрослые. Жена у меня, конечно, хорошая, но как начинает мозг пилить, я стараюсь сразу из дома куда-нибудь сбежать. То в гараж с мужиками, типа ремонтируем что-то. То к другу своему колену в нарды рубиться иду. Он у меня холостой, к нему можно. Отпуск на работе я всегда беру весной. Я весну больше люблю, чем лето. Не жары тебе адской, можно спокойно порыбачить. Да и в наших краях солнышко щедрое, в апреле можно уже купаться вовсю. Так же случилось и в этот год. Только я решил потратить недельку своего отпуска на поездку в деревню. Я там вырос и жил до шестнадцати своих лет. А потом в училище поступил и в район уехал. Там родственнички мои кровные живут, сестра довоюродная да тетка. А еще домик у меня там маленький от родителей остался. Вот они за ним и присматривают. Эх, хорошо иметь домик в деревне. Приехал я с гостинцами к тетке своей. А там уже и стол накрыт деревенский, колбаска домашняя кольцами красуется, лучок зеленый, да картошечка со своего огорода горяченькая, укропом посыпанная. Ну и самогоночка, конечно, тут как тут. Куда же без нее на семейном застолье? Хорошо мы сидим, сестра моя довоюродная Люська тоже пришла. Уже и до состояния распевания песен дошли. И тут приходит барышня какая-то, красавица. Волосы длиннющие, до самой поясницы в косу заплетены. Я у Люськи спрашиваю, это что за девица, соседка Пади? Она рассмеялась на всю улицу, племянница эта твоя, Верка. — Дочка моя! — видал, как вымахала. — Давно же ты к нам не приезжал. И правда, как давно, оказывается, что маленькая девчушка с веснушками успела уже в барышню такую превратиться. Она у меня в училище на технолога в этом году поступать собирается. — Может, поможешь ей там освоиться в городе вашем? — Хоть первое время присмотришь. Я кивнул головой в знак согласия, а Верка, которой явно палец в рот не клади, резко ответила матери, «Ой, чини город!» — И сама справлюсь. — Не надо за мной присматривать! Я сразу понял, что девка с характером выросла. Прямо аж себя сразу вспомнил в этом возрасте, такой же бойкий, всё кипит и самостоятельности хочется. В этот день мы застольничали до поздней ночи. Верка куда-то на гулянке сбежала. А я где-то в часу втором ночи побрёл в свой дом, который находился недалеко от тёти. Уснул я тогда, даже не сняв одежды. Так пролетело несколько дней. Каждый день застолье. Смотрю, и Верка начала всё чаще дома бывать, когда я в гости к ним прихожу. Садится с нами за стол, шутки травит. Ещё и друзей детства в гости к себе приглашал. Вспоминали, как вместе время проводили, встав откупаться ходили да рыбку ловили. А ещё во дворе моём банька старая была. С самого первого дня моего приезда загорелся я желанием истопить её да попариться хорошенько. В городе в ванной так никогда не накупаешься, как в банке да с берёзовым веником. Почистил там всё, осталось только дров наколоть да приступать к топке. Стою я посреди своего двора с топором в руках. Футболку снял, жарко стало. Солнышко припекает. Тут, смотрю, подходят калитки моей Верка. Ручками подбородок потыпорла да и стоит молча, наблюдает за моей работой. «Ты чего это гуляешь?» Мамка погулять выйти разрешила. Рассмеялся я, зная, что она психует от таких вопросов. «Я сама себе хозяйка. Что хочу, то и ворочу. Захочу, могу вообще домой ночевать не приходить». Так смешно мне стало от её слов, такая прям взрослая и самостоятельная. А она калиточку открыла да поближе ко мне подошла. Стоит рассматривает, даже глаз не отводит. А продолжаю дровишки колоть, а сам краем глаз за ней наблюдаю. «Какой дядя Митя, ты сильны. А руки-то вон какие накачанные. Не то что у ровесников моих. Ещё чего-то ждут от меня. Сопляки». Она говорит, а мне всё смеяться хочется. Только виду не подаю. Набрал я две огромных корзины дров. Решил, что пришло время баньку растапливать. Сказал об этом Верке. Думал, она развернётся да сразу во своясь и уйдёт. А она мне, дядь Мить, а можно мне с тобой попариться? Давно я в баньку не ходила. Смотрю, а она на полном серьёзе это говорит. А ещё губку свою так слега прикусывает. Я сначала подумал, что мне это всё показалось. Но когда она сделала такой низкий грудной голос, как у взрослой женщины, я сразу всё понял. «Что делать? Если бы это не племянница моя была, а другая баба, я бы, конечно, сразу согласился. А так пришлось сказать, чтобы домой шла». Она распсиховалась, резко развернулась, калиткой хлопнула и ушла. Ну, я и пошёл баньку топить. Через часик зашёл в неё. Да веник с собой взять не забыл. Внутри такая жара была, что, когда водички подливаешь, даже своей собственной руки видно не было. А от пары приходилось даже в предбанник выходить, чтобы подышать. Через минут пятнадцать дверь в баню приоткрылась. Я сразу и не понял, кто это может быть. Из-за пары не видно. Смотрю, а по очертаниям женская фигура. Причём, очень даже хорошая. А за ней ещё одна заходит. Тоже женская. И видно, что даже купальника на них нет. Я прямо пешил. Присмотрелся, а это Верка с девчонкой какой-то. «Вот, дядь Мить, ты не хотел, чтобы я с тобой попарилась. Но я же не такая. Мне запрещать ничего нельзя. Я с собой ещё и подружку свою Гальку привела. Теперь-то ты никуда не денешься». Я стоял и не мог произнести ни звука. Мне казалось, что это какой-то сон, и происходит всё не со мной. Но какой молодой здоровый мужик откажется от двух молодых, красивых барышень? Кровь взыграла, про всё сразу позабылось. Этот вечер для всех выдался потным. Девчонки до поздней ночи не хотели уходить от меня. Я, конечно, тоже не хотел их отпускать, но и подозрения окружающих к себе не хотел привлекать. Через несколько деньков я снова затопил баньку. А подружки-хохотушки уже тут как тут. Дома-то недалеко друг от друга находится. Как начинаю колоть дрова, они уже слышат. Все последующие разы тоже выдались не менее жаркими. И это не только благодаря хорошим дровам. В общем, задержался я на этот раз в родной деревне не на недельку, а на две. Так уезжать не хотелось. Но отдохнул отлично. Когда пришёл к тётке с сестрой прощаться, Верка ко мне тоже подошла, обняла за шею и на ухо шепнула «Ты нас с Галькой жди. Мы с ней в одно училище поступаем. Присматривать за нами будешь» и улыбнулась такой ехидненькой улыбкой. Меня аж всего горячий пот облил, но вида постарался не подать. Вот так я провёл половину своего отпуска весной. Теперь осени жду. «Говорю же, не люблю я лето»